Приветствую вас! Давайте попробуем подумать, что вам можно порекомендовать, что можно сказать вообще по вашей ситуации в целом. И что можно вам порекомендовать в плане того, как можно помочь. Во-первых, ключевой момент. Ненависть отца. Ненависть отца к вам. Что такое ненависть? Ну вот ненависть вообще, что это такое? Как вы думаете, вот сам вы? Ненависть это стремление уничтожить объект, который должен принести удовольствие. Тому, кто ненавидит. Ну иными словами, субъект ненавидит, он хочет изничтожить. Почему? Потому что ненависть это следствие разочарованием. Это следствие разочарованием. Я ненавижу это. Ненавижу. Потому что оно должно было быть, ну, чем-то. Оно должно было быть чем-то, что дарует мне, например, удовольствие. Да? Ага, мне это удовольствие, мне это удовольствие не подарило. Совершенно. За всем. И я разочаровался. У меня осталось ощущение, что этот объект должен, должен как-то вот, ну, что-то мне дать. Этот объект должен, что-то для меня сделать. Этот объект должен, так-то вообще, подносить мне удовольствие. А он не приносит мне удовольствия, да? Не обнадывает мои ожидания. И мне больно из-за этого, потому что я накладывал большие, вкладывал большие надежды в этот объект. Из-за того, что мне больно, из-за того, что я испытываю разочарование, я понимаю, что, в общем, мои ожидания были ошибочными. Из-за того, что я понимаю, что мои ожидания были ошибочными, я перестаю принимать себя. Ну, вообще-то говоря, если я ожидаю от кого-то чего-то, в данном случае, в данном случае, это ваш отец, который ожидает от вас, ожидал от вас чего-то. Что, что было нужно ему, да? В данном случае, это отец ваш. Так вот, если я ожидаю, значит, я уже через другого пытаюсь как-то вот продвигать свои интересы. И когда у меня это не получилось, я как бы подтверждаю себе, что у меня вот есть такая вот неуверенность в себе, то есть я предстаю себя принимать из-за этого. Я разочаровываюсь, разочаровываюсь в себе, разочаровываюсь в другом, потому что я вот ожидаю, а это не получилось. И, из-за того, что я разочаровываюсь в себе, я перестаю принимать другой объект, перестаю принимать его другим, потому что это наглядное подтверждение того, что я ошибся. Понимаете, да? Я не принимаю объект, потому что я в нем вижу доказательства того, что я ошибся. Из-за этого я транслирую объекту, что он не может быть вообще никем. Он не может быть достойным, он не может быть счастливым. Он не должен быть счастливым, он не должен быть достойным. То есть ненависть это желание уничтожить объект, чтобы он не достался никому больше, потому что если он кому-то достанется еще, кроме меня, то это будет означать, что, ну, например, это будет означать, что я хуже. А принять это для меня невозможно. В общем, вот отсюда ненависть происходит. Отсюда идет стремление доказать вам, что вы никто, что вы ничто, что вы ни на что не способны, ни на что не годны. Что вы ничего не умеете, ничего не можете, ничего не знаете. И вообще вы не тот, кем, ну, вообще не тот, кем должны быть. Соответственно, это ведется к тому, что вам транслируют непринятие себя. То есть человек себя не принимает, ну, вот, ваш отец себя не принимал. И вам он транслировал, транслировал не принять себя так же. Вот. Ну и, соответственно, вы должны сами себя принимать. Потому что отец-то вам внушал, что вы не такой, вы не такой, как, ну, должны быть. И вы себя не принимаете. И из-за этого у вас, вот, разночительность это что? Это внутренние противоречия. Противоречия это что? Это разные мотивы. Это разные установки, да. То есть, вот, есть, например, допустим, установка ваша какая-то, есть установка, скажем, вашего отца. И вопрос заключается в том, какая установка доминирует, ваша или отца. И постоянно эти установки между собой отражаются, постоянно они находятся противоречны. Вот. То есть, как бы, желание отца, желание вашего отца подавляет ваши собственные желания. И из-за этого вы раздражаетесь, сомневаетесь в себе, точнее, если говорить буквально. Вот. Ну и, соответственно, первое, что нужно сделать, это принять отца своего. То есть, предстать его, как-то вот, ненавидеть, может быть, в ответ, предстать считать его чисто родителем, и принять его, полюбить его таким. Ну, принять. После этого принять себе. Если вы примите его, примите отца, сможете принять себя, и сможете принять других. Вот вы говорите, можно говорить о том, что испытывал ненависть, потом его привычки стали раздражать. Ну, смотрите, какая получается штука. Вы его ненавидели. Да? Вы его ненавидели. За что? За то, что он не был тем, кем вы хотели его видеть. За то, что он не был тем, кто вам был. За то, что он относился к вам, не как отец. Да? Он не был для вас. У вас зеркальные отношения. Как он ненавидел вас, так и вы ненавидели его. Почему я говорил про ненависть его к вам. Потому что вы, как ребенок, отзеркаливали его отношения к вам. Только у вас аналогически немного нарушен порядок. Обычно сперва идет раздражение, а потом ненависть. У вас как-то это произошло наоборот. Сперва. А ненависть по тому раздражению, если я полагаю, есть неточность. Потому что, ну вот, его привычки стали раздражать. Почему? Потому что это ваша проблема. Это ваша проблема, но все вели себя так, как будто привычка его касается вас. Все вели себя так, как будто вы виноваты в том, что его привычки вас раздражали. И вы привыкли думать. Если у кого-то есть привычки, то именно вы всегда должны эти привычки терпеть. Вас не научили принимать других полностью. С привычками, с минусами. Почему? Потому что не принимали вас. Почему? Потому что не могли. У ваших родителей, в частности, у вашего отца не было ресурса для того, чтобы вас принял. Таким, какой вы есть. Теперь эти привычки выводят из себя в других людях. Ну, какие, во-первых, привычки. Понятно, что они напоминают вам об отце. Эти привычки. Но вам. Какой вред? Они несут. Знаете, вы испытывали сильное давление. Со стороны. Со стороны. Ну, со стороны отца. Подавление. Либо отчужденность. Да. То есть у вас копируется негатив. Очень сильный. Очень сильный копируется у вас негатив. Возможно, даже вы боялись отца своего. Ну, возможно. Возможно. И импульсивное поведение, это именно с этим и связано. Импульсивное поведение, это бунт. Это постоянный сброс негатива. Вашего негатива. Да? То есть вот, вы испытываете негатив. Негатив постоянно копится у вас. Постоянно. И импульсивность помогает вам этот негатив сливать. Иначе бы вы, ну, заболели. Вот это защитная реакция. Импульсивность, это следствие. Это симптом. Но это не причина. Чтобы не было импульсивности, нужно убрать, значит, ситуацию, в которой, в которой она, эта импульсивность, вообще нужна. Нужно убрать ситуацию, при которых она востребована, ну, вами, например. Вот. И тогда импульсивность падет на стат. Плюс разрешите вот это противоречие, о которых я вам говорил. Потому что это тоже очень сильно влияет на вас. Вас влияет на вашу, на вашу психику, на ваше нервное состояние, на спокойствие и так далее. Вот. Противоречие, вот, голос, голос родителей, как бы, в вашем сознании. Вот. И повысить эмоциональный интеллект. То есть, чтобы вы понимали, что раздражение, раздражение, то, что вас раздражает других людей, это, это, проблема не других людей, это ваша проблема. Вот. И, соответственно, у вас есть ложные установки, неверные установки, деструктивные установки, деструктивные понятия, которые вам не помогают в жизни, а наоборот, только лишь вредят. Да, вот, например, при взаимодействии, например, с людьми, с людьми, вот, с других, с другими людьми, да, вам это, для вас это очень, ну, негативно сказывается. На вас, это очень негативно сказывается, и, соответственно, вам очень… Из-за этого вам плохо. Из-за этого страдаете и вы, из-за этого страдают другие люди. То есть, ну, понятно, понятно. Надеюсь, что я сказал. Значит, что происходит? Что происходит? Я не знаю, как вы обращались к психологам, к двум. Я не знаю, как вы работали с ними, с психологами, естественно. Не знаю, сколько времени вы работали, в каком ключе вы работали с ними. Безусловно, не знаю. Вы об этом не говорите, как и не говорите о том, где именно привычки раздражают вас, в других людях. Вот. Но. Но. Что я могу сказать однозначно? Вот, в любом случае, да? Что я могу сказать? Сказать я могу, то, что работать нужно в психоанализе, в психоаналитическом ключе, либо через транзакционализ, то есть, вот эти вот два вида психотерапии, они, видимо, эффективны при работе с с детско-родительскими отношениями. Вот. Ну, и это процесс длительный. Психоанализ – это более глубокий вид терапии. Он самый длительный, но он и самый эффективный. И здесь, вот, опять же, дело не ограничивается, там, какой-то разовый, да, несколько раз, там, пришли к психологу, да, и все, что поменялось. Нет, к сожалению, нет. К сожалению, это не работает так, к сожалению. Вот, и, к сожалению, это длительная терапия. Очень много времени уходит, хотя бы на то, чтобы просто доверие было. Доверие между вами и психологом. Вот, то есть, это вот уходит, как минимум, так. Ну, полгода. И только потом уже можно будет что-то делать, чтобы вы доверяли. Доверялись психологу. Вот, поэтому в вашем случае быстрого результата не придется. Проблема быстро не уходит. Проблема быстро не уйдет, так что вы с ней жили. Вот. И, собственно, это беседы, снова и снова, проговаривание негатива. То есть, почему вы пынтуете? Потому что негатив, он копится, копится, копится. Вы его не опредмечиваете, вы не привыкли опредмечивать свой негатив, возможно, даже не привыкли говорить о своих желаниях, о своих ампирях, о своих чувствах, не привыкли выражать свои эмоции. Вот. Так называемая естественная сантамность. И, соответственно, из-за этого у вас вот такая вот ситуация произошла. Соответственно, психологам вы этому научитесь. Ну, опять же, со временем. То есть, это не быстрый процесс. Это не быстрый процесс. Это не то, что пришел к врачу, да, и сразу увеличился. Это не работает так. К сожалению. А вот, значит, ну, вот это вот то, что я могу вам сказать. Это вот то, что, это то, что можно сказать о вашей проблеме. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остаются вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделать его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!